Перед началом заседания все желающие могли совершить увлекательную экскурсию по холлу волейбольного центра и познакомиться с проектами, которые представили детские сады и школы Одинцовского района. Вот что наши делают воспитатели вместе с нашими ребятами. Здорово! А еще очень здорово, когда наши ребята привыкают с детства сортировать мусор по назначению, стекло отдельно, металл отдельно. Команда детского сада номер 49 уверена, что мусор – главный враг нашей планеты. И предложила немало креативных идей, как сделать полезные вещи из различных отходов. Например, из пластиковых пробок могут получиться отличные шашки. А коллектив детского садика номер 23 подготовил проект по благоустройству 8 микрорайона. Расскажите, пожалуйста, что это за экологический проект, который вы сегодня представляете на открытой трибуне в Московской областной думе при помощи организации Ларисы Евгеньевны Лазутиной. Вот такой сегодня замечательный праздник – год экологии на Одинцовской земле. Детский сад 23 предоставляет вашему вниманию проект экологический хранитель воды. Наш детский сад, если вы его видите, за ним есть территория, которая неблагоустроена. Там притекает ручей, который впадает в озеро Глазынка. Эта территория сейчас на сегодняшний день завалена мусором. И мы хотели бы сделать вот такую зону отдыха экологическую. После экскурсии гости последовали в зал, где началась главная часть мероприятия – заседание на тему «Экологическая культура. Ответ на вызов нашего времени». Открыла конференцию первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина, которая поблагодарила всех участников за проявленный интерес к проблемам экологии и подготовленные проекты. Большой интерес аудитории вызвал доклад студенток первого курса Одинцовского кампуса МГИМО. Девушки представили проект по улучшению экосистемы самого крупного источника питьевой воды на планете. Мы пришли с проектом «Байкал. Экологическая свобода озера». Мы посчитали, что эта тема в наши дни является очень актуальной. Ну и к тому же тот факт, что МГИМО уже совершал, скажем, поездки на Байкал. То есть мы отправляли свои стройотряды в качестве помощников монастыря, как мы сказали в проекте. Мы решили взять эту тему, но уже в экологическом аспекте. А учница 11 класса 10 лицея Яна Горбатова обеспокоена состоянием реки Медвенка. Поскольку я проживаю в деревне, у нас малая река протекает по Одинцовскому району и конкретно в моей деревне. И она очень сильно была загрязнена и обмелела. И меня возмутила эта проблема. Я решила как-то обратиться в различные органы государственные и призвать их к расчистке реки. По мнению организаторов, мероприятия такого формата нужно устраивать как можно чаще. Ведь от экологии зависит наше будущее. А участники заседания выразили надежду, что власти обратят внимание на их проекты и помогут воплотить их в жизнь. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.